Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы начнем сейчас говорить о книге «Исхода», второй книге Моисеева «Пятикнижие». Прежде чем обратиться к тексту, попытаемся несколько слов сказать о том, что из себя представляет книга в целом и каковы ее основные особенности, основные темы. «Исход» на самом деле одна из таких центральных книг Ветхого Завета и Библии в целом, потому что она рассказывает о событии, которые становятся для народа Божьего конституирующим нарративом, о событии, которые отвечают на вопрос о том, откуда мы взялись, кто мы такие. То, что, собственно, обозначает принадлежность к народу Божьему, это тот факт, что мы потомки тех людей, которых Бог вывел из земли египетской, из дома рабства, рукою крепкую, мышцу простертую. Народ Божий – это те, кто из Египта через Синайскую пустыню вышел в землю обетованную. И поэтому все те события, которые совершает Бог, те чудеса, которые совершает Бог с народом Божьим во время Исхода, это чудеса, которые становятся причиной существования народа Божьего в каждом поколении, в любом поколении. Те откровения, которые Бог дает людям, вышедшим из Египта через Моисея в Синайской пустыне на горе Синай, это откровения, которые дается каждому члену народа Божьего в каждом без исключения поколении. Таким образом, Исход – это такая точка, к которой относят свое существование и свои судьбы перед Богом все без исключения члены народа Божьего. И кроме того, также Исход повествует о все том же событии, об исходе из Египта, который становится своего рода иконой, символом того, что Бог делает в человеческой жизни. Вот некоторая устремленность из точки А в точку Б, вектор такой, от рабства к свободе, от египетского язычества к поклонению единому Богу, от толпы разношерстной, совершенно малосвязанной между собой людей, к народу Божьему, предстоящему перед лицом всемогущего. Вот некоторый вектор. Вообще здесь в первую очередь бросается в глаза библейское представление об истории мира, об истории людей, именно как о некотором направленном процессе. от какой-то отправной точки к той цели, которую предназначает Бог человечеству достичь. Вот это в известном смысле очень не похоже на представление большинства окрестных народов в ту эпоху о повторяющихся, циркулирующих временах в каком-то цикле истории или о цикле деградации от Золотого века к Серебряному, к Железному, Медному, Глиняному и Навозному. Ну или наоборот, соответственно, как сейчас современные люди представляют, что мы с нездешней силой возрастаем, что, очевидно, тоже не совсем правда, но тем не менее. Вот представление о том, что все возвращается на круги своя и как-то это все циркулирует, оно было чрезвычайно характерно для эпохи события исхода, эпохи написания исхода. Ну вот, Библия предлагает радикально другую картину. Ну и, конечно, кроме этого нельзя не видеть, что книга исхода содержит, собственно говоря, закон, то, что у фарисеев во времена Господа нашего Иисуса Христа называли письменной торой. Закон, который определяет или должен определять всю жизнь народа Божьего во всех аспектах этой жизни. Это, наверное, основные сюжетные, так сказать, линии. Но, кроме этого, книга исхода еще содержит целый ряд важных для народа Божьего вещей, которые тоже невозможно ранжировать и невозможно оставить в стороне, потому что наряду со всем сказанным также книга исхода определяет призвание, призвание народа Божьего – это те люди, которые на призыв откликнулись. Тот, который… Вот Бог обратил к израильтянам через Моисея, кто-то откликается, кто-то нет. Вот те, кто откликнулись и вышли в пустыню, составили народ Божий. Не менее важно также, что в центре повествования об исходе находится событие Пасхи. Собственно, слово «песах» обозначает, вероятнее всего, прохождение, то есть прохождение Бога через этот мир. Вот мир, в котором все историческое происходит, в котором народы, египтяне, какие-то еще там, убийцы, гексосы, хетты, кого там только нет, и еще и потомки Авраама здесь же где-то находятся, вот через этот мир проходит Бог, как комета сквозь слой космического мусора. И увлекает за собою тех, кто готов откликнуться, за ним последовать. Вот это вот прохождение становится центром ежегодных событий, в которых выражаются взаимоотношения народа Божьего с Богом. Празднование Пасхи, обычаи, которые с этим связаны, то, как празднование Пасхи отражается в разнообразных чаще совершающихся воспоминаниях, литургические особенности, все это тоже вот говорится об этом в книге «Исхода». Конечно же, не менее важным будет и разговор о том, что человеческая история – кусок, часть которой, модельная часть которой представлена в книге «Исхода», это не всемирная история, это некоторая часть, которая относится к определенному народу, к определенному историческому отрезку, событиям, во время которых Бог вмешивается и действует. И это само по себе важнейшее о Боге откровение, что Бог действует в истории, Бог не безучастно взирает на события человеческой и земной истории, как мы смотрим занимательный, но совершенно посторонний сериал. Нет, Бог в этой истории принимает участие. Ну и еще также это откровение не только о сердце Бога, об его отношении, но и о воле Божьей, о том, какой Бог хочет видеть нашу жизнь. В самой последней глубине своей закон, изложение которого мы обнаруживаем в книге «Исхода», это в гораздо меньшей степени рассказ о том, что там можно, что нельзя, как сказал бы Высоцкий, что можно, что нельзя в нашей жизни – это следствие. А причина, начало – то, каков Бог. Читатель и тот, кто пытается исполнить этот закон, скорее может задуматься о том, каков же Бог, который дает такие правила, который предъявляет такие требования, и тем самым прикоснуться к этой великой тайне сердца Божьего. Именно поэтому закон является далеко не только откровением о воле Божьей, но и откровением самого Бога, возможностью к нему прикоснуться. Теперь, с исторической точки зрения, события «Исхода» датируют довольно широко, потому что вряд ли это могло быть раньше 1600 года, ну и почти наверняка это было не позже 1200 года до Рождества Христова. Как вы понимаете, диапазон очень широкий. Собственно, надежных исторических маркеров, которые позволили бы нам этот диапазон сузить, довольно мало. Все-таки большинство, если вообще тут можно говорить о большинстве и судить большинством голосов, большинство склоняются к тому, что событие «Исхода» произошло в XIII веке до Рождества Христова, после фараона Рамзаса II, при фараоне Мерны Птахе. Хотя есть и гипотезы, скажем, на пару сотен лет раньше. Или даже на 300, где-то вот в XV веке. Но в основном все-таки думают, что дело было примерно в XIII веке, где-нибудь в промежутке между 1270 и 1240. Хотя мне, честно говоря, кажется, что называть с такой точностью даты это все-таки очень самонадеянно со стороны современных библеистов. Вот, тем не менее, эпоха примерно вот такая. Это время, когда уже в Египте произошло восстание против власти гексосов, и они изгнаны. В это время уже в Египте был фараон Эхнатон, великий фараон, великий мудрец, наверное, так надо сказать, а может быть и великий пророк, который попытался что-то сделать с египетским язычеством, политеизмом, потому что египтянин народ был невероятно культурный, со сложными достаточно технологиями, с глубокими знаниями, знавшими движения звезд, изучившими разнообразные там природные явления и так далее, но при этом поклонявшиеся вот целой кучей разнообразных божеств. Иногда это было поклонение относительно безобидное, а иногда и с достаточно кровавыми какими-то формами. Иногда египтяне думали, что их боги – это их боги, и только в Египте могут быть почитаемы. А иногда вот как Эхнатон что-то, их здесь начинало волновать, не нравится. И Эхнатон пытается, ну, не то чтобы не столько даже централизовать, сколько объединить культ египетских божеств в том предчувствии того, что на самом деле бог один. Попытка Эхнатона была вполне себе неудачной, хотя тоже надо понимать, что это такое вот прозрение дома Исея, которое оставило очень глубокий след в египетской культуре. Конечно, после Эхнатона они вернулись к прежнему своему многобожию, зверообразному часто, но забыть того, что были люди, считавшие, что бог один, забыть этого было невозможно уже. Хотя, надо сказать, что единобожие Эхнатона далеко не единственный был в ту эпоху пример для разнообразных семитских народов, небольших тоже, в общем, были характерны представления о единственном божестве. А единственность бога тоже важная тема книги Исхода. Итак, вот, изгнание гексосов, реформа Эхнатона, попытка реформы, Рамзес II со своими грандиозными завоеваниями, тот Рамзес, который проходит на юг, аж до самой Нубии и на северо-восток, практически до Междуречья, Рамзес II попирающий своим сапогом и колесом своих колесниц весь Ближний Восток. Ну и после этого, вероятно, при Мернептахе вот события Исхода. Примерно такие исторические рамки. Но необходимо читателю также еще помнить одну очень серьезную вещь, которая существенным образом влияет на наше представление о книге Исхода и на то, как мы, какими глазами мы ее читаем. Дело в том, что на первый взгляд, в первом приближении книга Исхода представляет собой некоторый нарратив как будто бы от лица единого автора или некоего наблюдателя со стороны. Потому что здесь рассказывается именно не то, чтобы беспристрастным, но почти непредвзятым наблюдателем события, связанные с Исходом, с Моисеем, с народом, на которые вот некто, автор, видит и описывает. Ну и в конце там дело доходит до смерти Моисея. Автор отчасти отстраненный. Здесь нигде мы не увидим не только упоминания о личности автора, но и, скажем, как, ну, для примера, возьмем там Деяние апостолов, где Лука пишет, мы пошли туда, мы увидели это, с нами произошло вот то. Ничего подобного здесь не наблюдается. они, фараон, Моисей, вот человек видит и рассказывает. Ну, хорошо, почему бы нет. Львиная доля книг написана человечеством именно с этой позиции близкого, но закадрового, так сказать, наблюдателя. Но дело в том, что по традиции сложившейся, ну, рискну сказать, все-таки после плена, пятикнижие, исход в том числе, стали приписывать Моисею, приписывать Моисею. До какой-то степени, конечно, это связано с теорией трех тор, которую мы обнаруживаем у книжников, а потом у фарисеев после плена представление о том, что Бог дал народу Божьему три закона, три торы. Письменная тора, которая дана Моисею, вот он ее записал и передал потомкам. Устная тора, которую Моисей от Бога принял, но не записал, а рассказал на ухо кому-то из своих учеников. И третья тора Мессии, которая будет возвещена народу Божьему, когда придет Христос. Ну, вот письменная тора, письменный закон, это явно совершенно считается письменным текстом, идущим от Моисея. Но это точка зрения излишне законноцентричная, именно характерная для послепленных книжников, для мудрецов, для будущих фарисеев, но на самом деле вся Библия в целом не совсем так законноцентрична. Кроме этого, конечно же, обнаруживаются некоторое количество анахронизмов, очевидных анахронизмов, когда наряду с установлениями, которые могли быть актуальны только в пустыне, в дикой местности, где ничего не растет и никого вокруг не живет. Наряду с этим мы видим в Торе в Исходе в частности установление законы, которые явно отражают эпоху борьбы за централизацию культа. Представление об одном храме, о том, что почитание Бога Израилева возможно только в одном месте и так далее. Что исторически, конечно, связано с деятельностью великого и несчастного царя Иосии и в основном относится ко второй половине седьмого века до Рождества Христова где-нибудь в промежутке между условно 650 и 600 годами Дорождества Христова. А до того и в эпоху Моисея, и в эпоху первых царей, династии Давида, еще и в восьмом веке мы далеко не обнаруживаем в Израиле скажем такой тенденции к централизации культа и вообще никто не считает чем-то ненормальным то, что Бога Израиля почитают самые разные люди в самых разных местах. Одним словом текст не выглядит письменным произведением эпохи Моисея второй плыль 13 века. Особенно конечно очевидно, что рассказ о смерти Моисея никак не может принадлежать его перу. Более того, как и в других книгах Торы пятикнижия Моисеева исследователи обнаруживают там несколько источников, которые различаются по тому, как называются Бог, каким словом или словами называют Бога авторы, ну и по некоторым еще стилистическим и отчасти тематическим особенностям. этих источников в исходе обнаруживают три, может быть, чуть меньше, чем в других. Ну, собственно говоря, обычно говорят о четырех примерно источниках. Четвертый, так называемый, дефтерономист, автор второзакония, понятное дело, к исходу прямого отношения не имеет. А в тексте исходы исследователи выделяют источник, который называют ехвистом, тот, кто называет Бога именем Яхве. И таких фрагментов немного. Вот, и ехвисты считают человеком или группой людей, составлявших свои тексты где-то примерно в 7-8 веке Дружищества Христова в Иудее, в Южном Царстве. Второй источник это элохист, который называет Бога словом элохим, Господь, или просто Бог, хотя и во множественном числе там любопытное такое и очень странное говорящее, я бы сказал, сочетание, скажем, существительного во множественном числе и глаголов единственном. Да, и вот этот источник, этот человек или группа людей, вероятно, работали и записывали предания в Северном Царстве в Израиле, вероятно, около 8 века. Ну, и, наконец, так называемый Священческий Кодекс, или иногда это называют Жреческим Кодексом, что не вполне адекватно, Священческий Кодекс, автор которого, вероятно, работал в 8, может быть, в 6-8 веках до Родиства Христова и был связан с Иерусалимским Храмом. Нередко также обнаруживают еще отдельные фрагменты, более короткие, поэтические в частности, которые могут быть и принадлежащими перу других библейских авторов. Надо сказать, что аргументация сторонников в такой точке зрения довольно убедительная. Противники, те, кто думают, что надо считать всю Тору произведением Моисея, у них с аргументами обычно довольно плохо, хотя и эта теория оказывается чрезвычайно простой, но мало убедительной. Поэтому, видимо, надо думать именно о таком составном характере и бытия, и исхода, и в меньшей степени чисел левита и второзакония. По-видимому, надо представлять, или имеет смысл представлять себе историю текста книги исход примерно вот как. Во времена исхода под водительством Моисея Иисуса Новина Израиль вышел из Египта через пустыню и вошел в Святую Землю сложным маршрутом добрых полвека они там двигались. И вот под водительством Моисея был заключен завет и соответственно дан Богом некоторый закон. некоторый закон и весьма возможно что закон этот ограничивался собственно десятью заповедями. Ну и вероятно некоторыми установлениями касающимися Пасхи. Но ядро закона абсолютно неизменное и неотменимое это десять заповедей. И то что связано непосредственно с ними празднование субботы празднования Пасхи некоторые ежегодные жертвоприношения. Теперь в этот период Бог не раз совершал удивительные чудеса чудеса запомнившиеся израильтянам. Чудеса ставшие тоже своего рода иконами некоторых событий некоторых аспектов взаимоотношений Бога с людьми. Иной раз удается исследователям найти относительно естественное объяснение чудесам. ну в некоторых случаях когда там огромная стая перепелов в нужный момент опускаются на землю тут как бы даже естественного объяснения искать не надо перепела себе и перепела из северных стран прилетают. Да чудо состоит в первую очередь в том что это происходит в нужный момент и в нужном месте. Иногда таких объяснений найти не удается но по большому счету ну если очень хочется можно конечно этим заниматься а на самом деле ну вот важно видеть что Бог совершает чудеса ты Бог творящий чудеса когда вспоминают об этом народ израилев в псалмах в книгах пророков в другой поэзии ты Бог творящий чудеса это всегда отнесение своей жизни к тем событиям исхода вот это событие породило некоторые нарративы рассказы которые хранятся естественно в устной форме на протяжении эпохи завоевания Ханаана во время эпохи судей ну и вероятно в эпоху царей по тем или иным причинам и в разных местах эти рассказы большей частью устные начинают записываться и создаются письменные источники по меньшей мере один в южном царстве рассказы которые записывает Ехвист по меньшей мере один источник в северном царстве рассказы которые записывает Элахист и некоторые другие кроме этого в эпоху второзакония в эпоху царя Иосии люди тесно связанные с Иерусалимским храмом пытаются собрать сначала а потом и систематизировать обычаи делая это в форме закона в форме подражания десяти заповедям и вот этих письменных источников существует довольно много на севере быстро становится опасным их хранить в первую очередь из-за ассирийского завоевания и те кто могут спасаясь от ассирийцев бегут в иудею и с собой приносят те записанные предания которые были в северном царстве не только элахист а вероятно и другие тоже но через не слишком длинное время ну условно скажем там порядка полутора сотен лет а то и меньше в общем та же участь постигает и книжников иерусалимского храма грамотеев царедворцев священников тех кто хранил эти все писания записанные предания об исходе списки обычаев сформулированных как закон и вот тому подобные тексты те кто хранил это уже вокруг иерусалимского храма в иудейской элите иер северные по происхождению южные рассказы все это еще не было каталогизировано и систематизировано вот некоторые там корзины со свитками а может быть и с папирусными кодексами не только с папирусными свитками и судя по всему люди вокруг иерусалимского храма далеко не только одни священники уже готовы были к тому чтобы навести в этом некоторый порядок но тут грянуло вавилонское завоевание и весь этот слой интеллектуальную элиту народа божьего угоняют вавилон и они успевают захватить с собой вот эти вот корзины с уже ветками иссохшими папирусами где порою невозможно найти ни начало ни конца где порою трудно отличить какие записи идут от северян какие от евжан и уж тем более не идет речь ни о каком хронологическом порядке в плену под действием если хотите важной пророческой идеи о том что происшедшее произошло с нами за грехи отцов за то что мы как народ божий не отвечали призванию и не соблюдали закона какого закона а где он что мы должны были соблюдать и не соблюли мы допустим согласны с тем что мы виновны в нарушении закона какого где он ну и вероятно это наряду с этим так же и наверное какие-то еще соображения может быть чисто фольклорные подвигли интеллектуальную и духовную и культурную элиту изгнанного Израиля на то чтобы начать систематизировать эти записи похожие по теме собирать вместе говорящие по-разному но об одном и том же собирать вместе закон попытались представить как некоторую последовательность требований и занимает эта работа доброе столетие вероятно множество людей принимают в этом участие и лишь к концу пленной эпохи собственно с началом возвращения формируется некоторый сборник текстов в более или менее законченном устойчивом виде то что потом станет Торой Моисеевой понимаете между событиями о которых идет речь записью этих рассказов и компиляции Торы на их основе происходит по нескольку столетий это очень длинные процессы когда люди обнаруживают эти сообщения и пытаются каким-то образом их собрать воедино для 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 того чтобы в конце концов это писание записанные эти тексты стали опосредующим звеном между началом народа божьего и сегодняшним народом божьим потому что в промежутке в историческом смысле там грехи цари пророки ужасы плен рассеяние вот полный разрыв вот есть народ который вышел из Египта мы все потомки этих людей потомки Авраама вот есть рассказ об этом и закон который Бог им дал и вот теперь есть мы оглядываясь назад видим этот закон как то что связывает нас с нашими истоками что делает нас потомками своих предков и главное участниками того же завета потому что исход говорит о завете как о договоре народа божьего в целом с Богом если Моисей мог видеть и слышать и воспринимать условия этого завета непосредственно от Бога лицом к лицу на горе Синай то мы сегодня в послепленную эпоху этого не можем и для нас этот завет выражен вот в этом самом тексте это длинный разговор потому что начинают книжники плены и послепленные эпохи начинают его вообще с того откуда взялся мир а кто такие израильтяне Авраам почему закон понадобился да у закона очень обширное предисловие предисловие добрая половина книги бытия как раз и является таким предисловием вторая половина рассказа о потомках Авраама тоже предисловие к закону кто эти люди с которыми Бог заключает завет и лишь в исходе собственно этот разговор начинается вот такое происхождение текста то что мы читаем мы призваны воспринимать как рассказ о событиях исхода переданный нам людьми там пленной и послепленной эпохи с другими акцентами другими задачами и заботами принципиально так же что ни авторы рассказов ни те кто записывали их ни те кто их составляли и ни те кто доводили эти рассказы до сведения народа божьего в общем не предполагали создавать священное писание такой идеи в голове у людей не было понятие священного писания возникает вообще только после того как Эздрин и Эмия провозглашают Тору законом Израиля законом народа божьего ну и на самом деле законом персидской сатрапии с центром в Иерусалиме в которой это все происходит вот до этого это рассказы в которых в общем я бы сказал лишнего пафоса нету рассказы весьма конкретные о том что люди обоги знают и что они считают идущим вот с самого начала вот исхода и